Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Когда-то я вышел замуж, выбрав мужа из двух парней. Тот парень был младший на год, работали вместе, много проводили времени вместе, болтали взымулку, делились планами, понимали друг друга без слов. Очень похожи в мыслях в детстве, какие-то родственные души. С мужем никогда таких отношений не было, никаких общих тем для бесед, разные взгляды на всё. Повелась на дорогие подарки, квартиру, машину, обеспеченную жизнью. Сейчас есть дети, живём неплохо, но тяготит это всё. Хочется прийти домой и что-то рассказать, я знаю, что он не поймёт, не поддержит. Спустя пять лет снова появился этот парень. Говорит, что всё время думал, что он сейчас готов забрать меня с детьми к себе. Опять болтали безумку. Рассказывали друг другу всё, что только можно, но он постоянно меняет работы, заработок небольшой, что есть жильё, нет машины, детям нужно много денег, не даст им всего этого, но никак. Я разрываю заранее. Огромное спасибо. Что же я могу вам здесь сказать? Да, я могу сказать, что два основных момента, которые прямо сейчас можно выделить, это момент того, как вы сами говорите, что вы повелись на дорогие подарки, вы повелись на обеспеченную жизнь и так далее. Вот. То есть вы об этом вроде как пишете сами и, в общем-то, я надеюсь, что не является каким-то прям вот, знаете, каким-то откровением, то есть я сейчас говорю. Да? То есть это вот выбор. Если вы хотите разобраться в себе, то я порекомендовал бы начать с того, чтобы спросить тебя, окей, а что значит повелась? То есть, ну вот. Почему меня так заботит комфортная жизнь? И ведь понимаете, в чём штука? Дело не в том, что комфортной жизни у вас быть не должно. Дело совсем не в этом. Дело скорее в том, что почему-то вы сами ответственны на себя за эту комфортную жизнь свою, как будто бы, брат, не хотите, быть, всё время попадая в зависимость от этого в контексте другого человека. Понимаете, какая штука? То есть нет ничего плохого в том, что вы хотите комфорта, нет ничего плохого в том, что вы хотите обеспеченности, абсолютно ничего плохого в этом нет. Важно, что это для вас как будто бы история про то, что я сама себе дать этого либо не могу, либо не хочу. И поэтому мне всё время для этого нужен ну вот кто-то, кто-то другой для этого. А это как бы уже не свобода. Вот. И для вас самой это как бы жертва. То есть вы сами себя как бы приносите ну в жертву таким образом. Вот. Что ну понятное дело не есть хорошо. Ну, совершенно очевидно, да, что это не есть хорошо. Потому что принося жертву вы счастливой, себя ну не делайте никак. Я думаю, что вряд ли вот. А с этим ну можно спорить. Вот. То есть ваш вопрос он в принципе и вызван тем, что вы себя чувствуете жертвой. Ну в этой ситуации. Вот. То есть иными словами вот приносите приношение себя в жертву. Оно вот в данном случае вот такое тотальное. Оно в данном случае такое вот у вас ну я бы сказал всеобъемлющее что ли. Вот. Честно скажу, я не думаю, что вы любите кого-то из этих двоих мужчин. Почему? Потому что от обоих вы хотите что-то для себя получить. От обоих мужчин вы хотите что-то для себя получить. И на мой взгляд, когда человек хочет что-то получить от другого, ну о любви говорить на мой опять же скромный взгляд не приходится. Ну не приходится говорить о любви. Именно о любви говорить не приходится. А можно говорить о потребности, можно говорить о привязанности, можно говорить о страсти, можно говорить о действительно каком-то таком состоянии, да. То есть можно говорить о том, что вот мне с человеком, грубо говоря, хорошо. Да, вот можно говорить так. Это правда. Так можно говорить, что мне с человеком хорошо, что мне с человеком кайфово, что мне с человеком приятно. Вот. Можно так говорить. Но говорить о том, что вот вы любите, нет. И изначально вот сам факт того, что вы выбирали из двух мужчин, того, за кого вам, в общем-то, ну выйти замуж, это уже как бы говорит о том, что действовали вы, ну в какой-то степени получается по расчёпу. Вот. Ну а раз действовали по расчёту, то и как-то вот получается во в итоге то, что, ну то, что получается в принципе. Поэтому я думаю, что ситуация ровно сейчас. Такая, какой она вообще-то должна быть. То есть ситуация сейчас ровно такая, какой, ну вот на что вы себя обрекли, ну в общем и целом. Вот. Нехорошо это и неплохо то, что с вами это случилось. Нехорошо и неплохо то, что в такой ситуации вы оказались. На мой взгляд, это не хорошо и неплохо. Это просто данность, которую нужно сейчас принимать. Вы пишите, значит, помогите разобраться. Если мы говорим о том, чтобы в этой ситуации именно что разобраться, вот, то я бы сказал следующее, если мы говорим о том, чтобы в этой ситуации разобраться. Я бы сказал следующее. Во-первых, что вы чувствуете к первому и к второму мужчине. Вот. То есть, что вы именно вот, именно ощущаете вы, что к первому и ко второму человеку. Вот именно чувства у вас, как и я. Это первый момент, да? То есть, какие чувства у меня к товарищу. Вот. Ну, я имею ввиду, вот, товарищ, как бы, вот, ну, мужчина, да? Какие у меня чувства к первому, например? И какие у меня чувства, грубо говоря, ну, ко второму, вот, что я чувствую. Что я чувствую к первому и, вот, что я чувствую ко второму. Это первый, первый, первый момент такой достаточно важный. На что хочется обратить внимание. Второе, если вам нужно, как вы выражаетесь, много денег, вот, то почему это, почему эти много денег вы не зарабатываете сами? То есть, у вас есть потребности, абсолютно нормальные, ну, естественные, закономерные потребности. Вот. Ну, почему вы сами себя не обеспечиваете? Да? То есть, что, что здесь получается? Здесь получается то, что я как-то хочу, я как-то хочу, ну, получить то, что мне нужно, но сама я обеспечить себя не могу. Вот. С точки зрения психологии это означает, что вы живете непосредственно. Вот. С точки зрения психологии это означает, что вы живете непосредственно. С точки зрения психологии, если человек живет непосредственно, это означает, что у него есть проблемы с личными границами. То есть, признать собственные ограничения, признать, что я чего-то не могу, признать, что там, ну, что, что я, что что-то я не могу, чего, на что-то я, ну, на что-то я не могу рассчитывать. Вот это очень сложно, как будто бы, для вас. Понимаете? Понимаете, да? Какая получается история, какая получается штука-то. Вот. И, соответственно, соответственно, поэтому, скорее всего, сложно сближаться с людьми. Ну, как мне кажется и как мне видится. Вот. Именно поэтому вам так сложно сближаться с людьми, потому что есть проблемы с личными границами у вас. Вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, это решается довольно легко, собственно, работой с личными границами. Собственно, это легко решается, ну, таким, знаете, я бы сказал, приближением, что ли, к тому, что, ну, реально, да, от меня зависит. Вот так, я бы, я бы так здесь сказал. То есть, то, что реально, от меня зависит. То, что я реально могу сама. То есть, это вот, ну, в большей степени, да, в большей степени опора на себя. В большей степени опора на свои возможности. В большей степени опора на свои ресурсы. Да, может быть, ресурсы меньше. Да, может быть, не так вы будете обеспечивать себя и так далее. Но, вы говорите о том, что детям, например, детям. Вы говорите о том, что детям, например, очень-очень много всего нужно. Вы описываете, например, о довольно загруженных таких детей, да, которые, ну, вот прямо все, знаете, ну, в заботах. То есть, вот все, вот они все в заботах. У них, у них прям очень много обязанностей. У них прям очень много, как бы, всего, да. И вот такой подход, он всегда как-то вызывает, знаете, ну, некоторые скепсис, что ли. Зачем так много? Вот. Вот. Кручки, сексы и так далее. То есть, то есть, зачем? Понимаете? Вот. То есть, очевидно, что вот вы как-то вот, ну, выше головы. Практически все время пытаетесь прыгать. Вот. Из чувства неудовлетворенности или из еще какого-то чувства. Но, по-моему, это не так сейчас важно. Важно это понять. Вот. Понять это можно только с вами пообщавшись, только с вами поговорив. Поэтому, если хотите действительно разобраться, то обращайтесь к любому психологу, который вам подойдет, которого вы выберете и, соответственно, возьмите несколько консультаций. Вот. Что касается мужа, который не понимает и не поддерживает, то отношения с ним тоже можно гармонизировать. Было бы желательно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. За помощью вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, если вы в качестве обратной связи сформулируете какие-то базовые постулаты для психотерапии. Всего доброго! Продолжение следует... Удачи.